Здравствуйте! Вы смотрите «Сейчас в регионе» в студии Владимир Федосеев. Начнем с печальной новости. Сегодня на 57-м году жизни после продолжительной болезни скончался наш известный земляк, почетный дорожник России, видный общественный и политический деятель, экс-руководитель агентства «Архангельский автодор» Алексей Верещагин. Коренной Архангелогородец. Он окончил Архангельский лесотехнический институт по специальности автомобильные дороги. Затем началась работа в Архангельск-Автодоре. Алексей Верещагин прошел путь от простого дорожного мастера до начальника агентства. В памяти сотрудников он остался как требовательный и компетентный руководитель. В биографии известного архангелогородца была и политическая деятельность. С 1989 по 1991 он являлся депутатом Ленского районного совета депутатов. С 2000 по 2009 год депутатом Архангельского областного собрания депутатов. Последние годы он трудился в компании автодороги. За немалый вклад в развитие дорожной отрасли Алексей Верещагин был награжден медалью ордена за заслуги перед Отечеством второй степени и нагрудным знаком почетный дорожник России первой степени. Продолжаем. Почти половина товариществ, собственников жилья Архангельской области не готовы рассказать о себе в государственной информационной системе ЖКХ. Хотя крайний срок предоставления данных 1 июля уже близок. Ситуация стала поводом для того, чтобы собрать совещание в правительстве региона. Артемий Заварзин далее. Размещение управляющими организациями информации о себе в сети интернет – не чья-то прихоть. Таково требование федерального закона. Рамки жесткие. Успеть до 1 июля. Опоздавшие будут оштрафованы. Суммы от 30 до 250 тысяч рублей. А то и вовсе. На три года можно лишиться лицензии на работу. Лицензии выдано около 300 управляющих компаний. ТСЖ у нас также более 300, около 400. Размещение информации управляющими компаниями сейчас на уровне 90 с лишним процентов. ТСЖ и ЖСК – около половины, к сожалению. Основные проблемы возникают, конечно, у ТСЖ и ЖСК. Потому что у них нет ни трудовых, ни информационных ресурсов, как правило, для выполнения этих обязанностей. Им приходится либо своими силами как-то справляться, либо нанимать сторонние организации. Проблемы носят технический характер. Для регистрации в системе ГИС ЖКХ нужна электронная цифровая подпись. А удостоверяющих центров в регионе всего семь. Шесть в Архангельске и один в Котласе. То есть управляющим организациям, например, Лешуконье или Пинежье, для регистрации потребуется дополнительное время и деньги на дорогу. Правительство области уверено, нужно сделать все, чтобы технические и логистические неурядицы не сказались на собственниках, которые уже с 1 июля могут отслеживать, на какие виды работ идут средства, оплаченные ими по квитанциям за коммуналку. ГИС ЖКХ – это основная система, которая по 29-му федеральному закону определена основной базой данных для всех, кто у нас в сфере Лешно-национального комплекса. Это и органы власти, и всех уровней, и продающие компании, организации, взаимодействующие население. И очень большая масса данных сейчас должна быть введена в преддверии 1 июля. С 1 июля начинает работа. Система должна начать работу. Впрочем, штрафовать за отсутствие регистрации в системе ГИС ЖКХ начнут только с 1 января 2018 года. Пока же, чтобы не попасть в черный список, управляющие компании ТСЖ и ЖСК должны ускоряться и активно пользоваться ресурсом портала ЖКХ Архангельской области. Там есть все инструкции, необходимые для размещения информации о работе. Артемий Заварзин, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. В Коноше в очередной раз под угрозой срыва реализация программы переселения из аварийного жилья. Предполагаемый виновник первый заместитель главы Коноше Сергей Серов. В отношении него возбуждено уголовное дело. Чиновника обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Нарушение выявила прокурорская проверка. Следствием установлено, замглавы подписал разрешение на ввод в эксплуатацию многоквартирного дома по улице Гагарина в поселке Ерцево Коношского района. Хотя подозреваемый достоверно знал, на тот момент строительство многоэтажки еще не было завершено. В итоге районной администрации было приобретено 12 непригодных для проживания квартир на сумму более 17 миллионов рублей. Предназначалось жилье для переселения граждан из аварийного и ветхого жилья. Сейчас надзорные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Няндаме готовить котельные к следующему отопительному сезону будет новая организация. Такое решение принято после оценки результатов прошедшей зимы. Региональным министерством ТЭК и ЖКХ было зафиксировано систематическое неисполнение обязательств по поставкам угля в муниципальное образование Няндамское компаний «Соловки Электросбыт». Только жесткий контроль за поставками со стороны местной администрации и областного правительства и работа с поставщиком топлива в ручном режиме позволили избежать чрезвычайных ситуаций прошлой зимой. Причем такое напряжение прослеживается последние два года, поэтому администрация района расторгает договор с компанией «Соловки Электросбыт». На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение о смене теплоснабжающей организации. И теперь актуальный вопрос – поиск и привлечение на условиях концессионного соглашения другой, более ответственной компании для подготовки объектов ТЭК и ЖКХ Няндамы к новому отопительному сезону. Новодвинск получит 6 миллионов рублей на благоустройство дворовых территорий. Так во дворе дома 45А по улице Двинской благоустроят дороги и поставят ограждения. Там же будет отсыпана парковка и установлен игровой комплекс для детей. Затраты 2 миллиона рублей. А на Советах 1 и Уборевича 2 отремонтируют дорогу, парковку и обновят футбольное поле. Весной этого года проводились мероприятия по отбору этих территорий и объектов. В настоящее время эти процессы завершены, сформированы дизайн-проекты, в рамках которых будут проводиться мероприятия по благоустройству. Для участия в программе «Современная городская среда» в Новодвинске пришлось провести публичные слушания. Обсуждались изменения и дополнения в правила землепользования, застройки и благоустройства города. Без приведения этих документов в соответствии с федеральными законами попасть в программу невозможно. Шанс благоустроить свой двор есть у всех жителей Новодвинска. Необходимо правильно оформить заявку и подать ее в администрацию города. Сегодня вечером на Архангельском телевидении смотрите новый телевизионный проект «Городская среда». Начало в 19 часов на канале ТВ-центр. Дрова, трава, дороги, тревоги, вывоз мусора, озеленение, а еще культурные и образовательные проекты, спорт, соцсети. Словом, все, чем живет Архангельск, будем обсуждать в новой программе «Городская среда». Первый выпуск уже в эту среду, 21 июня, на канале ТВ-центр. В 19 часов наши гости в прямом эфире Николай Евменов и Наталья Зарубина. Готовьте вопросы. Телефон в студии 21 13 85. В Архангельске с 1 июля начинаются добровольные профилактические медицинские осмотры для детей. В городской детской поликлинике на Приорова 6 можно будет проверить состояние здоровья детей от года до 17 лет, если они не проходили осмотр в медучреждении по месту проживания. Первый этап – лабораторные исследования. Если по результатам анализов заподозрят какое-то заболевание, ребенка направят на прием к соответствующему специалисту. Комиссия будет работать три дня в неделю – по понедельникам, средам и пятницам – с 7.30 до 11 часов. Записаться на прием можно по телефону 8 950 962 9151 или в регистратуре поликлиники. При обращении необходимо иметь свидетельство о рождении или паспорт ребенка – страховой полис СНИЛС. Сопровождающий родитель также должен предоставить свой паспорт. А сейчас в Вельске район местный общественный спортивный клуб развивает там экстремальные виды спорта и социальные проекты. Рафтинг, гунки, полеты на парапланах – материал Алиси Кокиной. Вельск оказался не только непонятным описанным и людным и самобычным городом, но еще и экстремальным. Здесь по выходным собираются люди, которым не безразличное небо. Они отправляются в удивительный и увлекательный полет. Сами про себя члены спортивного клуба «Экстрим Вельск» говорят так – нормальных среди нас нет. Более того, покорители неба, рек и бездорожье стараются увеличить свою численность. А иногда, как в этот раз, работают добрыми волшебниками, исполняя мечты. Олеся Ипатова – многодетная мама двух сыновей и дочку, она растит одна. Девушка с активной жизненной позицией несколько лет назад стала заложником собственного тела. Диагноз рассеянный склероз ограничил возможности, но не силу духа. Мне очень хочется полететь, я об этом мечтала, я не знаю. В моей книге, когда я писала книгу, было такие слова, что я хочу расправить крылья и взлететь. И сверху крикнуть миру – не сдавайтесь, все будет хорошо. И эта мечта осуществилась, не прошло и года. Олеся пишет книги и делится опытом преодоления трудностей. Год назад она составила список из десяти желаний, осталось всего четыре. И одно из них исполняется у нас на глазах. Ремни безопасности застегнуты, параплан взмывает закатное небо Вельска. Это незабываемо! Такое чувство обалденное! Ой, спасибо огромное вам всем! Вообще просто, у меня аж до слез! Растроганная до слез, Олеся признается, если уж летать получилось, то и снова научиться ходить обязательно получится. Такую окрыляющую надежду «Экстрим Вельск» дарит не только людям с ограниченными возможностями здоровья, но и подросткам, которым необходим новый жизненный курс. Совместно с инспекцией по делам несовершеннолетних берем ребят трудных, выдергиваем их из привычной им среды и помещаем в среду спортсменов, успешных людей. И у нас эти ребятки, 14-15 лет, прыгают с парашютом в самостоятельный прыжок. Люди разных профессий и возраста, объединенные любовью к экстремальным видам спорта, уверены, помогать просто. Нужно только желание, чтобы сделать мир вокруг ярче. Олеся Кокина, Евгений Зыков, Архангельское телевидение. Итубе дня подведем в 19.30 на канале ТВ-центра. Не прощаюсь.